20.30 Новосибирские области. Вы смотрите итоговый выпуск новостей ОТС в студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого выпуска. По словам специалистов, чтобы приступить к ремонтным работам, необходимо, чтобы уровень реки снизился как минимум еще на один метр. Берега размыты, мост ушел вниз по течению. Как небольшой поток воды стал причиной больших неприятностей. Потому что затрещало, говорит, я сожгу весь дом, не только свою квартиру. Ну и просит, закройте мне хотя бы здесь над окном, чтобы у меня здесь не мокло. Вся проводка уже промокла. Капли на оголенных проводах, текущие трубы и дыры в полу. Почему жилая площадь стала опасна для жизни? Подходили и молились, прикладывались к иконе, о чем-то просили. У нас тоже будет здоровье. Исцеление страданий душевных и физических, где можно прикоснуться к одной из самых загадочных православных икон. Сейчас об этих и других событиях подробно. С завтрашнего дня в области будет действовать особый противопожарный сезон. Так до 10 мая включительно под запретом любой пал травы или разведения костров в лесу. В области за минувшие сутки зарегистрировали 317 очагов. Это абсолютный рекорд. В большинстве случаев огонь был замечен на расстоянии ближе 5 километров от населенных пунктов. Пока ситуацию удается держать под контролем, но виновных в поджигании сухостоя ждут серьезные штрафы до полумиллиона рублей. Будут все наказаны по максимуму. По максимуму, в финансовом смысле этого слова. Все, что он произносил, полторы тысячи, 15 тысяч, 200 тысяч, все это будет сделано. Уговаривать больше никого не будем. Владельцы дачных участков в Нижнем Бьефе Новосибирской ГЭС пока могут вздохнуть свободно. В ближайшие дни увеличивать сбросы через плотину не будут. А вот в Качковском районе вода уже все сметает на своем пути. В селе Жуланка смыл автомобильный мост с места происшествия Яна Рагуля. Так, сроду не размывало. Это первый год, да и воды-то не особо много. Как ни странно, именно маловодие стало причиной разрушений. При большом разливе поток идет через мост, унося с собой весь мусор. В этом году воды было мало и, уходя через трубу, она забила ее прибрежным камышом. Из-за этого образовалась промойна на берегу. Промойна шириной около 7 метров лишила автомобильного сообщения два отделения села. По словам специалистов, чтобы приступить к ремонтным работам, необходимо, чтобы уровень реки снизился как минимум еще на один метр. На левом берегу реки проживает почти 200 человек. Добраться до центра села они могут только пешком. Единственным средством сообщения остаются два переходных моста. По ним же на тот берег доставляются продукты и товары первой необходимости. Однако по такой переправе много не унесешь. Местные жалуются, без автомобиля никуда. Нам газ нужен, допустим, кому-то привезти. Скорая помощь, все пожилые люди там живут. Кому-то дрова сейчас уже надо завозить. Конечно, плохо, что говорить. Глубина промойны около трех метров. И пока идет вода, проводить ремонт нет смысла. Устранить данную ситуацию просто не представляется возможным. Но все понимают, что засыпав туда какие-то материалы, все это унесется водой. И работа просто будет бесполезная. По оценке экспертной комиссии, для устранения последствий паводка потребуется четверть миллиона рублей. К ремонтным работам смогут приступить только через две недели. Яна Рагуля, Артем Медведев, Новости ОТС. Сегодня губернатор провел личный прием жителей области. По традиции, перед Днем Победы решали проблемы ветеранов войны, труда и их родственников. За помощью главе региона обратились 19 человек. Лично приезжать в Новосибирск было не нужно. Разговаривали по скайпу. Люди просили помочь с ремонтом в домах, заменить окна, кровлю или коммуникации. Во время приема глава региона давал поручения непосредственно главам районов. Решение принимаем, поможем. Вопросов здесь нет. На расчетный счет, который будет открыт специально, по первой половине мая перечислим эти деньги. Поэтому под вашу ответственность администрации района организовать работы, проверить. Я думаю, что мы за лето во время посевной и уборочной будем у вас в районе. Повстречаемся и съездим, посмотрим, как там на месте сделано. В одном из многоквартирных домов поселка Кумысный Кочаневского района на крыше образовались дыры. В подвале сгнили коммуникации, а со стен насыпается штукатурка. Люди неоднократно обращались к главе сельсовета, просили помощи. Но ответа пока так и не получили. Александр Куршев продолжит. Наталья Подгайная рассказывает корреспондентам УТС о том, как в ее квартире фонтаном била канализация. Когда уже стало в комнате вонять, очень сильно вонял канализация, мы кинулись, а здесь вот смотрите, как оно уже туда провалилось, вымылось. Вот это желательно бы засыпать, но при таком отношении к нему обращаться это не имеет смысла. Валентина Туева показывает, где в квартире соседки в этой весной с потолка бежала вода. Пришлось обесточить весь дом. Она выкрутила все лампочки, чтобы ребятишки не включили. Потому что затрещала, говорит, я сожгу весь дом, не только свою квартиру. Ну и просит, закройте мне хотя бы здесь над окном, чтобы у меня здесь не мокло, вся проводка уже промокла. А он говорит, твоя квартира, ты ее и делай. Большие дыры на крыше видно невооруженным взглядом. Старые рубероид и шифер не спасают от дождя. Корреспондент УТС убедились в этом, поднявшись на чердак. Меня, во-первых, чуть маленько у нас топит, топит, забьет канализацию, нас топит, все. Все идет в нашу квартиру, все идет туда. Вот, дед мой полазит, полазит, сделают маленько и все. А помощи никакой нет ниоткуда. В подвале из ржавых труб бежит вода. Опасно. Семья Кольп с маленькими детьми сетуют. Почему на это закрывают глаза надзорные органы? Работаю один, жена в декрете. И как бы своими силами я тоже тут много чего не сделаю. Люди вышли с криком души на улицу. Их проблемы долгое время никто не хотел услышать. Корреспонденты задали вопросы главе сельсовета Василию Кошелеву. Откуда я знаю, что в подъезде творится? Замечательно, хорошие комментарии на камеру. Скажите, пожалуйста, еще один такой вопрос у меня. Вы на крышу поднимались? Да. Какая часть крыши там находится без кровли? Рубероид, да. Процентов 30. Рубероидом закрыт. Вы можете сказать, вот предметно, правая сторона ближе к этому... Еще раз говорю, комиссионно обследуем и скажем... Вы не знаете? Еще. Еще о чем речь? Вы не знаете, ответ на мой вопрос сейчас? Нет, конечно. По словам главы, в 2010 году на капитальный ремонт домов в Кумысном выделили 4,5 миллиона рублей. На одной из двухэтажек отремонтировали крышу и заменили коммуникации. А вот на вторую денег не хватило. Сегодня, как заявил чиновник, вопрос почти решен. Будет он сделан в 2018 году. Я вас прекрасно понимаю. Неужели мне приятно, что у вас вот под боком, и вы не можете пройти к себе домой по нормальной дороге? Сколько, согласно экспертной комиссии, требуется на капитальный ремонт до дома? Ну, теперь уже, не знаю, теперь уже, наверное, миллионов 6-7. Вопросы, касающиеся капитального ремонта, в поселке Кумысный корреспондент УТС также оставили в приемной у главы Кочневского района. Ждем разъяснений. Александр Куршев и Константин Менин. Новости УТС. Междунациональные коммуникации обсуждают в Новосибирске на форуме «Россия. Пространство. Диалога народов». Параллельно с экспертами и политологами свои доклады представили и студенты, рассказывает Екатерина Киселева. Патриотизм и национальная идентичность – актуальные вопросы для современной России. В развитии этнополитики важен голос каждого. Всероссийская конференция в НГУ уже второй год становится той самой площадкой для открытого диалога. Безусловно, все новации, которые мы будем принимать в этнополитике, они должны строиться с учетом интересов и позиций наших регионов, экспертного сообщества, институтов гражданского общества и, конечно, политиков и общественных деятелей. Доклады у студентов разные. Оксана Косова приехала из Барнаула, исследовала роль киноискусства в воспитании юного поколения. В своих киноуроках объясняет, как диалог культур отражается на экране и формирует этническое самосознание у зрителей. Я, например, сравниваю картину «Воснецова. Три богатыря» с советским фильмом «Илья Муромец». Показываю киноотрывок, например, сравниваю с картиной, мы с учащимися анализируем, вопросы задаю наводящие, тем самым у них формируются новые чувства, новое нравственное поведение, доброта, толерантность, может быть, какое-то понятие о честности, о том, как дружить народами. Национальное воспитание основано на традиционных ценностях. Семья, история нашего народа, понятие о нравственности и морали, общение между поколениями – также неотъемлемая часть национальной политики. Это один из важнейших аспектов современного мира – это по формированию диалога. Диалога не только межнационального, межконфессионального, но и вообще просто диалога в среде молодежи. Это самый эффективный рычаг для достижения поставленных задач вообще в сфере государственной молодежной политики. Ежегодная интернеделя в НГУ стирает границы между студентами разных национальностей. Впереди ждет и палаточный городок, народы всего мира в своем этническом своеобразии. Обычаи, культурные традиции и свободное общение говорят здесь на одном языке. Интернеделя еще раз подчеркивает, что мы – страна многонациональная, но со своими особенностями. Екатерина Киселева, Сергей Жданов, Новости ОТС. Завод «Искра» отмечает юбилей. На, пожалуй, одном из самых крупных в стране механических заводах первую производственную линию запустили 75 лет назад. Каждый день двери этого завода открывают в 8 утра. Готовят к выпуску детонирующие шнуры, заряды, патроны. Работа рисковая и только на первый взгляд не женская. Надо вообще прическу сделать, преподготовиться. Это же каждый день идешь все равно, чтобы выглядеть хорошо на работу. Поэтому 6 часов встаешь, по 8-й всегда на заводе. В трудовой книжке Валентины Васильевны менялись должности, квалификации. Единственное, что было неизменным, место работы – завод «Искра». Так же, как и у Юрия Михайловича, слесаря-ремонтника. Он говорит, 44 года назад пришел на предприятие мальчишкой и не заметил, как пролетела жизнь. Тогда на угле работали. Страшно было. А сейчас хорошо. Потом на мазуте, а сейчас на газе. Вообще чисто и тихо. 29 апреля 42 года завод специализировался на осколочных гранатах, шашках для мин. Сегодня спектр услуг значительно расширился. Доля на российском рынке составляет 75%. Ваш юбилей в этом году совпал с юбилеем 80-летия нашей области. Думайте, 80-летие области, 75 лет – это история ваша. Она написана каждым из вас, немножко свою историю, свою страничку истории. Поэтому спасибо за этот вклад в историю Новосибирской области. Сегодня чествуют всех, благодаря кому удается удерживать лидирующие позиции десятилетиями. Грамота, памятная медаль, цветы – маленький знак внимания за огромный ежедневный труд. Рута Киллер, Николай Лещев, новости ОТС. Это новости ОТС, информационные итоги дня. И смотрите далее в нашем выпуске. Массивные карнизы и лепнина под балконами. Однако годы берут свое. И не пришло ли еще то время, когда такой архитектурой можно любоваться лишь на расстоянии. Специалисты также советуют при посещении лесопарковой зоны надевать одежду темных тонов. Так как, выбирая жертву, клещ обычно реагирует на светлые оттенки. Публикация в 1982 году в журнале «Сибирские огни», в толстом журнале «Союзном», практически означала путевку в жизнь. Сегодня в Новосибирске стали известны имена лауреатов премии «Средств массовой информации литера». Победителями стали в том числе и журналисты нашего телеканала. В этом году областной конкурс проходил в пятый раз. Лучшие репортажи представляли авторы электронных, печатных, интернет, СМИ и радио. Мои коллеги из службы информации ОТС стали лауреатами в трех номинациях. Актуальный репортаж «Экономика будущего» и «Патриот области». И вот что говорят сами победители о своей работе. Я скажу, наверное, сначала вообще о профессии в целом. Мне очень нравится то, что в ней можно проявить себя не только как носителя информации, и вещателя ее, но и как помощника людям в их самых простых бедах, нуждах и так далее. И самым высшим для меня званием будет, если когда-нибудь будет, но я буду стараться, станет санитар каменных джунглей. Потому что я считаю, что вот журналист в своей стихии профессиональной, он и есть самый настоящий санитар каменных джунглей. Это помощь людям в их тех бедах, с которыми они могут обратиться. И поводом для очередного сюжета Николая Сальникова осталась ситуация в Искитиме, где в начале апреля пенсионерка вышла на собственный балкон, а он рухнул. Женщина серьезно пострадала. И это, увы, не единичный случай. Дзержинский район, улица авиастроителей. Когда-то этот жилой массив был разойден специально для работников Чикаловского завода. Большая часть зданий выполнена в стиле «сталинский ампир». Основные черты этого архитектурного направления – монументальность и величие. Массивные карнизы и лепнина под балконами. Однако годы берут свое. И не пришло ли еще то время, когда такой архитектурой можно любоваться лишь на расстоянии? Этим домам больше 70 лет. И срок их эксплуатации либо уже закончился, либо на исходе. Подобных строений в мегаполисе масса. Знаменитая Богдашка, улица Мира, площадь Станиславского и не только. Уже сегодня далеко не каждый житель этих улиц пользуется своим балконом. Несколько лет назад я купил квартиру вот в этом доме, на пятом этаже с балконом. Ну и как-то не придавал значения, а тут решил не уносить колеса зимние в гараж. Решил положить их на балкон. Вышел и пришел в ужас. На балконе страшно выходить. Не то, что там что-то оставлять. В управляющей компании мужчине предложили провести экспертизу и отремонтировать балкон за собственный счет. И вероятно, случай, как у Андрея Игнатьева, не единичный. Да и вообще, многие ли могут вспомнить, когда в последний раз на их балкон ступала нога эксперта, чтобы определить техническое состояние. Меж тем, подобная проверка необходима уже на десятый год после сдачи дома, а далее раз в пятилетку. Самостоятельный осмотр рекомендуют проводить вообще после каждой зимы. Не появилось ли трещина в сопряжении плиты, балконы и стены. Если появилось, надо бить тревогу. Второе. Смотря какие балконы. Балконы старого типа иногда делали непосредственно снизу у колонн такие треугольные как бы подпорки стояли. Их обделывали штукатуркой, чтобы они красиво выглядели, какие-то делали элементы на них. Но они вполне могли играть роль несущей конструкции. Вот если там что-то отвалилось, что-то сделало, надо бить тревогу. С этим нельзя шутить. В группе особого риска – незастекленные балконы. Слежавшийся за зиму снег дает лишнюю нагрузку, а в межсезонье вода заполняет микротрещины и способствует эрозии арматуры. При этом большие надежды на стандартный капремонт возлагать не стоит. Можно, конечно, как говорится, намазать губы, сделать штукатурочку, ровненько подкрасить, подбелить. А несущие конструкции внутри железа, на которых держится балкон и так далее, конечно, они могут быть настолько прогнившими, что они эффекта этого не почувствуют и в конечном итоге могут, конечно же, так и обрушиться. Поэтому все-таки при формировании у себя понимания собственники должны знать, насколько глубоко и качественно должен быть проведен ремонт. Когда нет уверенности, что балкон прочный, стоит самостоятельно обратиться в экспертизу. Если специалисты опасения подтверждают, нужно незамедлительно поставить в известность управляющую компанию, а дальше активно участвовать в составлении списка работ при капремонте. Николай Сальников, Александр Кабукин, Николай Лещев и Евгений Агеев. Новости ОТС. Другим темам. В Новосибирской области уже зарегистрировали около сотни пострадавших от укусов членистоногих. В Качковском районе начали противоклещевую обработку территорий. Вооружившись граблями и метлами, жители села Кочки вышли на субботник. Дело это благородное, но не без риска. В траве и на ветках деревьев обитают клещи. Елена Вельгушева и многие ее коллеги каждый год заранее покупают страховку на случай укуса. Ведь опасность может поджидать даже в собственном дворе. Самый простой способ – потом после работы осматриваем друг друга, смотрим, если где-то находим, снимаем с себя, не допускаем, чтобы они впивались. Осмотр каждый час, страховка, а еще лучше прививка. Так считают те, кто часто бывает в лесу. Мне по роду моих хобби, увлечения приходится часто в лесу бывать, на различные мероприятия. Поэтому я уже в течение нескольких лет прививаюсь от клеща. Это специальная прививка, которая делается по определенной схеме. В Качковском районе на сегодняшний день официально зарегистрированы 6 случаев укуса клещами. Но на самом деле их гораздо больше. Люди не придут этому значения и почему-то не обращаются к специалистам. Хотя это очень немаловажно. И желательно обратиться в первые 72 часа, не оттягивать время. Чем раньше вы обратитесь, тем будет более положительный исход. В целях профилактики в районе проводят противокорицидную обработку школьных площадок, стадионов и детских садов. После того, как обработали, проводим обследование. Ну, самые такие простые. То есть раскладывается белая тряпочка на час и смотрим, сколько на нее заползает клещей. Но, я говорю, препарат у нас довольно-таки сильный, очень неплохой. Поэтому вот сколько раз обследовали клещей, мы не видели после обработок. Препараты используются низкотоксичные. Одной обработки хватает практически на месяц. Специалисты также советуют при посещении лесопарковой зоны надевать одежду темных тонов. Так как, выбирая жертву, клещ обычно реагирует на светлые оттенки. Яна Рагуля, Артем Медведев, Новости ОТС. Сегодня в ЗАГС-собрании открыли галерею портретов. На них председатели областного совета депутатов разных лет. Сегодняшнее открытие – это новый шаг. Более глубокий, более весомый, ныне действующий власти. Я думаю, что эта преемственность в работе власти в Новосибирской области является одним из очень важных составляющих тех успехов, которые были. В стенах здания парламента проходит научно-практическая конференция. Главная ее тема – история законотворчества в советский период. Как показала практика, опыт предшественников помогает нынешним депутатам в принятии решений сегодняшнего дня. В нашей регионе, в Новосибирской области, Ставропольский край, были в порядке пилотных проектов по внедрению. И мы на год вперед, 131 закон вошел с 2006 года, а мы на год вперед вместе с Ставропольским краем отрабатывали на своей новосибирской земле вот эти принципы, непонятные никому. Мы торопили дорожку, по которой началось вот это внедрение принципов реализации 131-го федерального закона. Образцы ДНК для исследований новосибирским ученым теперь не нужно отправлять в Москву и Санкт-Петербург, чтобы получить результаты. В Академгородке появился собственный прибор для подробного анализа биологического материала. Как это повлияет на работу ученых, узнала Екатерина Киселева. В этой лаборатории готовят образцы ДНК для секвенирования подробного генетического анализа. Чтобы завершить цикл исследования, раньше их отправляли в Москву, Санкт-Петербург или даже Китай. Теперь загружают в аппарат за соседним столом. Новосеквенатор стоит почти миллион долларов. Он ускорит работу ученых во многих сферах. Например, поможет найти новые гены устойчивости картофеля к различным заболеваниям. Для того, чтобы видеть всю картину происходящего в клетке, недостаточно исследовать 1, 2, 3 гена в отдельных пробирочках. Нужны полномасштабные, то, что называется полногеномные эксперименты. Вот как раз вот эти приборы, в том числе наш НЕКТСЕК 550, они и позволяют проводить такие полногеномные исследования. Для работы с новым оборудованием нужна высокая квалификация. Круг сотрудников лаборатории ограничен. Ошибка в подготовке образцов может стоить сотни тысяч рублей. Большинство реактивов дорогие и производятся за границей. Секвенатор ускорит не только фундаментальные исследования, но и практические. Врачи-онкологи смогут анализировать кодирующие гены человека для точного назначения лечения, а также установить, каким лекарством устойчивы определенные формы рака. Это небольшая кассета и есть сердце нового секвенатора. Именно с ее поверхности аппарат считывает всю информацию о ваших генах. Так меди-генетик, например, сможет узнать о вашей предрасположенности к различным наследственным заболеваниям. Стоимость полногеномного анализа около 50 тысяч рублей. За эту сумму вы сможете узнать об особенностях вашего генетического кода, возможных клеточных мутациях и лекарственной устойчивости. Это и есть персонализованная медицина. Сейчас направление активно развивается. Новое оборудование Института цитологии и генетики поможет ученым секвенировать гены в разы быстрее и проводить новые научные эксперименты. Екатерина Киселева, Сергей Жданов, Новости ОТС. А через пять лет уже вековой юбилей. Журнал «Сибирские огни» отмечает день рождения. Тысячи авторов, миллионы произведений в печати, всесоюзная, а затем всероссийская известность. Огни не гасли ни во время войны, ни в годы перестройки. За счет чего удавалось поддерживать пламя. Елена Мершниченко. В редакции «Сибирских огней» обычно немноголюдно. Все работы писатели присылают по почте или через интернет. Редакторам приходится читать тысячи рукописей в год. Впрочем, порой достаточно просмотреть один абзац, чтобы понять, достойна ли работа издания. За 95 лет журнал открыл миру множество талантливых писателей. Например, когда-то свою работу сюда прислал тогда еще неизвестный миру редактор районной газеты из Машкова Анатолий Иванов. Автор знаменитых романов «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов». Печатались в огнях и Распутин, и Шукшин. В 1982 году в журнале «Сибирские огни», в толстом журнале всесоюзном, практически означало путевку в жизнь. Сразу статус автора мгновенно менялся. Журнал появился в разгар революционной борьбы. Первый номер вышел 22 марта 1922 года. И уже тогда издание признали лучшим среди провинциальных. Писали и о жизни крестьян и рабочих, и на философские темы. По большому счету это учебник истории. Учебник истории для людей, которым не нужен ни комментатор, ни какой-то посредник, который может читать и составлять свое собственное мнение о тех временах, о тех произведениях, о тех авторах. Огни за свою долгую жизнь и гасли и снова разгорались. Сегодня переживают второе рождение. Номера выходят четко по графику, раз в месяц. Кстати, прочесть любой номер можно и через интернет. Сейчас оцифровывают все номера. В планах разместить в интернет-пространстве все материалы, начиная с 22-го года прошлого века. Ни один журнал в стране не может таким похвастаться. Сегодня у издания масса проектов и большие перспективы. Мы решили, что будем раз в два года собирать писателей Сибири на своей территории и проводить семинары, обсуждения, принимать новых членов писателей, приглашать молодых писателей, чтобы с ними проводить мастер-классы. Это такой большой проект. Кроме этого, мы собираемся проводить круглые столы по направлениям, обсуждать и художественное творчество, и драматургию, и все это потом публиковать на странице журнала. Будут делать и спецвыпуски, посвящать отдельным районам области, чтобы открывать миру талантливых писателей, которые живут далеко от столицы Сибири. Проводить мастер-классы для молодежи. Дефицита таланта в Сибири точно нет. Елена Мирошниченко, Артем Валевич, Кристина Алата, Дмитрий Злобин. Новости ОТС. Вокруг святыни табынскую икону Божией Матери сегодня привезли в Куйбышевский район. Она считается одной из самых таинственных, такова ее история. И целебных, уверяют церковнослужители. Школа-интернат для детей с нарушением слуха святыню принимала первой. Образ установили в центре просторного холла. Я стояла в сторонке, наблюдала, подходили и молились, прикладывались к иконе, о чем-то просили. Может быть, о здоровье. Исцеление от недугов не единственное, о чем просят чудотворную икону. Считается, что она помогает встать на путь исправления. Не случайно ее привозят в тюрьмы и следственные изоляторы. Всюду святыню сопровождают казаки. Она является покровителем Оренбургского казачьего войска. Прошла большую часть России, регионов, это и центральная Россия, это и Урал, и Сибирь, и Приморье, и даже на Чукотке. Прибывала святыня, значит, и шла порядка 40 дней. И за полярным кругом мы заходим и воинские части, значит, и больницы, дома представили. Конечно же, это дети, это дети наши будущие. В такие времена, как сейчас, как бы противостоять тому, что сейчас происходит в мире, и как бы и нас хотят подорвать и экономически, и духовно. И как бы нам надо укрепляться, конечно же, духом. Веры не хватает. Была бы вера, наверное, все было по-другому. Завтра по улицам Клыбышева пройдет крестный ход с чудотворной иконой, а затем святыня отправится в Алтайский край. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости УТС. Новосибирске стартовал чемпионат Ассоциации студенческих спортивных клубов. В течение трех дней на площадках технического университета будут соревноваться более 300 студентов. Волейбол, мини-футбол, шахматы, настольный теннис и стритбол. В этих видах участвовать могут только студенты-любители, не имеющие спортивных званий. Помимо соревновательной для студентов из других городов организована еще и культурная программа. Дискуссионный клуб и знакомство с достопримечательностями Новосибирска. Обычные активисты, обычные студенты, не имеющие звания мастер спорта, кандидат мастера спорта, да никогда не держащий мяч в руках, имеют возможность прийти и поучаствовать в наших соревнованиях, мероприятиях. Потому что характер мероприятий не только спортивный, но и развлекательный. Скажем, мы можем провести какую-нибудь акцию в честь 8 марта или еще какого-либо праздника, памятные даты. Такой была информационная картина дня 28 апреля. В студии работала Екатерина Тихомирова. Спасибо за внимание, хорошего вечера и предстоящих праздничных выходных. До встречи. Автомаркет на станционной. Прямо на трассе «Ралли Пекин-Париж». Большой автомобильный универмаг. Подробнее на сайте автопядесят четыре точка ком. Теперь новости ОТС не только на телеэкране, но и в интернете. Не успел к началу эфира... ...исправиться от так называемых... ...на улице с каждым днем депутаты... ...все новости Новосибирской области на сайте вн.ру. Новосибирск. На этом о погоде все. А я желаю вам всего самого доброго. До встречи. Новосибирск. Новосибирск.